шалом жила себе была добрая саламандра как известно саламандры не терпят жару и вот в мире случился переворот в месте где она привыкла и было все холодно и зябко и было комфортно вдруг стала жарко она не выносит жару вот лежит она на проселочной деревенской грязной дороге попала в какую-то колью жарко невыносимо пришли подружки разные зверки пытаются растормошить спасти помочь работали вот так вот они полночи и им ничего не удалось они пошли отдохнуть в надежде что утром они похоронят умирающую саламандру и вот приходят они утром как бы попрощаться и вот тут они увидели весело ползущую саламандру что придало тебе сил что случилось и вдруг она говорит ничего не случилось просто грузовик приближался я воспряла вскочила и убежала очень часто в жизни бывает что человек не может бросить курить попадает к врачу врач ему говорит все завтра послезавтра тебе конец или человек привык кушать сладкое делает тест на глюкозу ну просто говорят парень у тебя завтра послезавтра диабет ты лишишься очень многих благ в этом мире так она работает когда человек находится в экстраординарных условиях он вдруг желает жизнь человеку нужна встряска человек любит жизнь он не хочет умереть и так во всех сферах нашей жизни когда вдруг какой-то момент ты понимаешь всю серьезность ситуации по-настоящему понимаешь когда ты видишь реальную угрозу чему-то там в твоей жизни ты меняешь появляется адреналин и ты идешь вперед наглядным примером может служить война йом кипура война судного дня так ее называют на русском когда израиль расслабился после великой победы шестидневной войны они просто расслабились они как-то саламандра привыкли жить в ореоле славы их никто не атаковал и они надеялись что не отважится ни одна арабская страна и вдруг бьем кипур их атаковали причем внезапно было много жертв вначале и на кону стояла жизнь всех и вот в этот момент бог даровал великую победу потому что он видел что их борьба за жизнь она уже идет с из корня души от природы еврейской души которая хочет жить на своей земле со своим народом со своим богом и вот с такого наглядного пособия вот этой войны йом кипура каждый из нас должен почувствовать себя или выучить какой-то свой личный урок во первых на примере той саламандры не должна быть ситуация я ненавижу жару я не выношу потому что иногда ты можешь стать перед ситуацией когда будет жара или когда будет холодно оборот когда ты в ореоле славы ты не знаю что за спиной может быть готовится что-то против тебя вот это вот твоя гордыня она может быть использована вот это вот всю ситуацию нужно прочувствовать понять и быть готовым ко всему и самое главное черпать источник сил именно из души потому что она частичка бога шалом-шалом